Просто вкусно актуально. Вот такие требования были к предстающему начинанию, над которым долго думал Исселья Джиев. Идея открытия кофейни самообслуживания зародилась у него еще в 2020 году. Но тогда он и представить не мог, что напишет целый проект по реализации своей идеи. И то ли поиск идеального кофейного напитка, и то ли любовь к самому кофе сделали свое дело. Так и началось его нежданное путешествие в мир бизнеса. Изначально я просто любил кофе, но впоследствии погружение в сам процесс изготовления напитков, сам процесс разбирательства, какое зерно лучше, какая прожарка лучше. Я просто вникся в эту историю, и это выглядело что-то большее для меня лично. Но реализовать такую идею с нуля непросто. В таком случае можно воспользоваться специальными государственными программами. Региональные власти не только помогают льготами и пособиями, но и готовы дать возможность открыть свое дело. Субсидия на запуск собственного бизнеса называется социальным контрактом, который Салий и заключил. О соцконтракте я узнал, увидел в просторах интернета. Изучил, как можно приобрести соцконтракт, куда нужно обратиться. И узнав эту информацию, пришел в нашу администрацию, зашел в отдел соцконтрактов. Они мне проконсультировали, какой пакет документов нужно собрать для этого. И с этим пакетом документов я уже составил бизнес-план, как я распределю бюджет на приобретение кофемашинки, ингредиентов и всего того, что нужно, чтобы запустить. Социальный контракт решает ряд проблем. Это трудоустройство, занятость населения, это выход на новый уровень доходов и на постоянную заработную плату, которую они имеют. Каждый работник, начинающий соцконтракт, у него уже ежемесячно идет доход, идет прибыль. Это очень хорошая программа для тех, кто хочет работать, кто хочет чем-то заниматься, а не сидеть там и ждать чего-то. Мы помогаем людям, например, приобретение коров, бычков, это называется личное подсобное хозяйство. Например, помогаем начинать свое дело. Кто открывает магазин, кто открывает ателье, кто открывает, например, делают свои дома заморозки, пельмени лепят, там разные приготовления, вот эти тарты делают. У нас есть, которые открывают парикмахерские, салоны красоты открывают. Ну, это как бы приветствует за все то, что они люди хотят работать, делать. Для Исалии это не просто место, где можно получить кофе, это творческое пространство, где каждый любитель этого ароматного напитка становится творцом путешествия к уникальному вкусу. Кофе любим многими, а значит, продукт будет востребован. Это одно из условий заключения соцконтракта. Жизнеспособность проекта, как правило, определяет спрос. В данном случае выбор обоснован. Исалии успешно защитил проект, который сейчас отлично функционирует. Соцконтракт в этом плане мне очень сильно помог. В дальнейшей реализации моего дела они мне дали очень хороший толчок. Во-первых, я этим делом приношу пользу людям. Во-вторых, это хороший подспорь для роста бизнеса, саморазвития. Государство таким образом оказывает финансовую помощь и помогает выйти на стабильный доход. Можно, например, пройти обучение, трудоустроиться или вовсе начать свое дело. По всем вопросам, связанным с социальными контрактами, можно обратиться в региональные органы соцзащиты по месту жительства.